Вы можете взять луку и изучить внутреннюю крышку сундука. В этом музее все необычно. Экскурсии для школьников проводят их сверстники. А главный экспонат – старинный сундук. Его нашли случайно на городской свалке. Под крышкой оказалось настоящее сокровище. Это фрагменты документов 19 века и весьма поучительные комиксы. Смысл этой истории – это то, что родилась акулька. Она родилась красивой, и она решила этим использоваться. И, к сожалению, это привело ее к ужасным последствиям. Она обеднела, и ей пришлось ходить по другим деревням, чтобы хотя бы найти себе что-нибудь поесть. Мне впечатлило то, что данным сундукам более 100 лет, и они действительно хорошо сохранились. Еще меня очень впечатлило место их нахождения, потому что данные сундуки считаются довольно ценными за счет их возраста. И то, что их просто выбрасывали – это действительно негуманно. Документы, найденные под крышкой сундука, изучали полгода, делали запросы в архивы. Оказалось, напечатаны они до 1917 года. После Октябрьской революции буква «Ять» исчезла. Удалось узнать и о крестьянских начальниках. Такую форму самоуправления использовали на местах. Свидетельства этому оказались под крышкой сундука в квитанциях. Потом с ребятами мы стали обследовать этот сундук. И когда мы сделали съемки под большим увеличением, посмотрели, и оказалось, нашли эти старинные документы. Это очень интересно. Сейчас в фонде музея шестой школы хранится пять сундуков. Почти все они были найдены случайно – на свалке или в заброшенных деревенских домах. И лишь один – самый богатый в коллекции обитый железом – передан из семьи местного педагога. Елене он достался от бабушки. Она жила в Алтайском крае. У нее было крепкое хозяйство, много скота, то есть это коровы, лошади, овцы. Но когда у нас власть поменялась, была коллективизация, естественно, все это забрали, посадили их на телегу и сослали на каторгу. В сундуке лежали бабушкины вещи. И я помню, в детстве мы там копались и что-то вот искали. А потом его унесли в кладовку. Он лежал в кладовке. Мы его потом вытащили из кладовки. Такая история наглядна и познавательна. Теперь в планах школьников отреставрировать старинные сундуки. Александра Репьева, Дмитрий Шевцов, Енисей. Новости.